Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас с вами будет снова Бухманг. Также по сидушке, болтушке. Я буду с вами отдыхать, а вы со мной. Конечно, вам нечем заняться вечерком. Так, давайте я сразу расскажу, что у нас будет сегодня вкусненького. У нас сегодня с вами будут вот такие вот корзиночки. Напробую, я их пробую первый раз и хочу попробовать вместе с Валей. Посмотрим, какой у них здесь белковый крем. Тут подписано. Воздушный белковый крем. Я люблю масляный крем, но мы попробуем его. Интересно. Крема тоже бывают все разные. Также, конечно же, мы с вами сначала покушаем. Все как положено. На еду у меня сегодня из перекрестка вот такие вот тефтетки. Они, кстати, даже видно, наверное, в соку. Вот так они выглядят. Вот здесь у нас е-добавки. Е-добавки. Так, сейчас подождите. Курица, курина, свинина, вода, лука, арипа, риса, мука, чайно-соль, сахар, петрушка. Ну, короче, перца, кукуруза, перца, ничего, среда. Ну, короче, такой обычный самый состав. Стоили они аж целых 106 рублей, 107 даже почти. За килограмм 389. Причем, знаете, самое интересное, то, что она положила сначала тефтельки, пошла взвесила и только потом налила бульон. То есть, получается, знаете, как подарок. Бульон в подарок – это классно, это супер. Это реально привлекает внимание. Ты пойдешь опять к ней и пойдешь, скорее всего, именно к той женщине, ну, девушке, которая сделала вот именно вот так. То есть, бульон в подарок – блин, это халява, маленькая, но халява, но это приятно, правда. Вот. Так, также мы с вами будем сегодня тестировать вот такие вот наборы больших пакетиков для заваривания чая. Это 25 штук фикс-прайс. Они когда-то давно продавались, я купила, но никогда их не могла дойти. Вот, наконец-то, дошла. В принципе, в редких случаях можно найти фикс-прайс и до сих пор, я видела. Есть для больших пакетиков. А, ну, вот есть большие, а есть, наверное, значит, еще меньше, что-то получается. Короче, мы с вами их посмотрим, потестируем, вообще, что это такое. Стоит ли их покупать, можно ли их использовать второй раз, например, если постирать их с содой, например, или там с чем-нибудь, ну, не знаю, водой постирать. Ну, вообще, что это такое, нужны ли они. Ну, и, конечно же, к ним у нас будет из Ашан вот такой вот супер шикарный, необыкновенный чай. Ммм, он пахнет просто обалденно. Давайте, да, состав я вам прочту, конечно же. Состав. Каркаде, брусника, лист. А, банан, что ли? Да, банан, молоко. А, господи, яблоко тут уже стертое. Цедра апельсина, виноград, манго, натуральный ароматизатор, масло. А, ну, то есть ароматизатор все равно есть. Ну, такой, банан, да, листочки я тут вижу. Вот, стоил он 118 рублей за 178 грамм. За килограмм стоит 923 рубля. Ладно, да, все правильно. Вот, покупала, конечно, я его, правда, уже давным-давно, ему, наверное, не знаю, сколько времени. Ну, ладно, не суть важна. Что тут камня, что ли? Вот, он выглядит, кстати, очень классно. И там сейчас очень много разных чаев стал делать Саша. С этой стороны у него прям вот он просто чай. То есть он весь вниз просто спустился и все. Вот, так, девчонки, показала, показала. И у нас с вами еще такой вот крейкер из ленты 365 дней. Прогласно. Короче, вот так. Вот такой у нас с вами набор сегодня нестандартный, такой небольшой. И сегодня мы с вами будем от чем-то болтать, болтать, болтать. Но для начала давайте, конечно, я очень сильно просто голодная. Мы с вами сначала покушаем, как обычно, потому что у меня вот тут вот желудок просто кричит не знаю как. Так, я только сегодня вот позавтракала и все. И потом я больше ничего уже вообще не ела. Такую одичку пила. Ну, что-то, короче, было некогда мне. Так вот. Так, сейчас мы с вами заварим чай сначала. Пускай он заваривается, потому что это разогреться быстро. Попробуем вместе с вами, что это вообще за такой супер-чай. Потому что обычно, честно говоря, сколько я перепробовала уже чаев. То есть написано, например, одно из-за закрытой упаковки, оказывается совершенно другое. Если где-то есть открытая упаковка, то хотя бы можете увидеть, какой там реальный чай. Стоит вообще его покупать, не стоит. Ай ты, господи, что-то там пол покрывается. На вид, кстати, на вид он больше, знаете, похоже что ли на мюсль какой-то. Ну, потому что такой чай в жизни, правда, вот, ну, не встретишь реально. Это, кстати, знаете, очень хорошо, хорошо в подарок, например, какой-нибудь купить вот такой чай, пересыпать в какую-нибудь супер-красивую там упаковку, ее как-то что-нибудь нарисовать, ее как-нибудь там в супер как-то оформить и продавать. Ой, господи, подарить, подарить, не продавать, нет. Так, и помнить будем вот в них. Посмотрим, насколько пропитается вкус, насколько он вообще там будет. Так. Что, только с одной стороны, что ли? А, он только здесь, пакетик с одной стороны. Такой, знаете, кстати, он такой плотненький, ткань, похоже, как когда покупаете новые кроссовки. Ну, любую обувь, да, но вы помните, там каждая обувька лежит в каком-то пакетике таком. Вот, кстати, вот это похоже очень. Если это состав какой у нас. Так, подходит для заваривания, а подходит для чайпития в большой компании. Удобные пакетики и вкус натуральный крупный чай. Материал предотвращает попадение чайного от чайника напиток. Можно использовать для приготовления напитков, ароматных, саше для дома. Интересно. Пакетик отлично фиксирует на ручке чайника. Ага, на ручке чайника. Так, а что же у нас в составе тогда? Состав. Полипропилен. Не хлопок. Хотя, не знаю, может, хлопок тоже как-то. Так, заваривать мы с вами будем его, скорее всего, в чайнике. Потому что в чайнике завариваются просто шикарно, чем в стакане. Так, у нас с вами сегодня вот такой вот мой любимый чайничек. Заварочник. Такой он довольно большой. Так, давайте я сейчас вам пакетик покажу поближе. Раз уж у нас что же здесь с вами еще и обзор добавок. Ну, блин, видно, вот пальцы мои тут все равно плохо видны. Не знаю, что там, где там просочится. Вообще, что там вообще из этого всего выйдет. Вот он. Нитка. Нитка, кстати, блин, она не завязанная. Она даже не завязанная. Вот, и все. Потом вот она. Расплетается, хотела сказать. Тут вот, кстати, все плотненькое. Как будто не приклеено, а как это. Как какой-то прибитый штамповочный такой штучкой. Горячий так, пук. И все. Так. Как он пахнет обалденно, боже. Он так обалденно пахнет. Хочется, знаете, это все не завалить, а съесть. Реально. Так, сколько мы с вами... Давайте две чайные ложки, наверное, добавим, да? Всего этого. Надо было ее присыпать. Одной, я боюсь, будет маловато. Причем, кстати, там были разные. Когда я покупала, там было изюм еще вот с изюмом. Как будто бы она такая. Там еще какая-то. Вот я насыпала. А ну, в принципе, ладно, не обязательно. И завариваем его. Господи, завариваем. Закрываем его на ручке. Так. Давайте сейчас заварим. И закроем. Сразу по пути я взяла свою тарелочку обалденную. Вот. И мы с вами сейчас будем вот эти тефтели разогревать. Изначально там я хотела сначала купить какие-то овощи. А, тушеные овощи с курицей. Но там курицы были бедрышки. И, кстати, вот курица бедрышки... По-моему, курица это самая кослявая часть. Причем бедрышки, которые куплены отдельно от курицы. То есть, когда вы курицу разделываете... Не знаю, ну, как-то это проще. А не бедрышки какие-то нормальные. Не такие кослявые. А вот когда вот отдельно свекровь, я помню, тушила картошку с бедрышками... О, блин, это было что-то нереальное. Это был просто кошмар. Картошку поел, начинаешь есть эти бедрышки. И у них просто уйма костей. Первые годы, знаете, я не могла понять вообще, что это за часть тела курицы. Думаю, ну что это за часть тела. Потом, в секрету сказала, бедрышки. Ну, боже мой, почему они мне не попадаются никогда? Вот. Ну, я не стала поэтому брать. Должны были кости всякие. И взяла такие вот тефтели тушеные в томатном. А, в томатном. Да, в томатном. У меня еще был салат под шубой, но я его уже съела вчера. Вчера я все это купила. Вчера вечером мне что-то устало очень сильно. Я с вами не стала болтать. Решила только сегодня поболтать с вами. У меня вчера не очень было настроение как-то. О, слушайте, они огромные прям. Не знаю, все что ли выкладывать. Бульончик. Бульончик. Или три штуки. Класс. Две оставить, что ли? Оставлю, наверное. Наверное, оставлю две штуки. Оставлю, наверное... Ладно, давайте бульончик чуть-чуть польем. А бульончик, знаете, я еще добавляю в этот картофельное пюре. Сейчас я поставлю разогревать. Так, смотрите, вот так это выглядит. Такие они прям крупные, такие большие. Трясутся все. Ну да, бульон, конечно, весь просто расплылся, разлетелся. Чуть-чуть я их еще немножко перегрела. А бульончик я, наверное, оставлю. Может быть, наверное, завтра на ужин. Сделаю уже вот с таким вот картофельным пюре. На него у меня был обзор уже. Я уже, кстати, про него говорила. Пюре продается в фикс-прайсе за 50 или 55 рублей. И светофоры я видела тоже. Ну там светофоры не дождешься. Вот, знаете, что самое интересное? Когда его покупаешь новенький, вот только что вот прям вот купил, он не очень вкусный. Когда он полежит у вас где-нибудь, ну у меня на балконе, допустим, все такое хранится. Нет, она не сыреет нормально все. Вот. Какое-то время полежит, месяц-два, ну не знаю, а может меньше месяца. Блин, она такая вкусная становится. Она обалденная просто. Вкусная. Я, честно говоря, вот сейчас я немножко уже отошла от этого. А вот как только начинаешь есть, я реально подсаживаюсь. То есть ребенку готовишь нормальную еду. Там каша, мясо туда-сюда. А самой там кашу есть не хочется, честно. Ну не знаю, что-то меня не тянет почему-то. Не знаю почему. Вот. Я вот на одно время прям подсела. То есть ребенок кашу, я вот эту. И пошло уже у меня уже на завтрак, на обед, на ужин, на завтрак. И прям вообще. Ну тут состав, в принципе, так состав. Да, свежий картофель свежий и эмульгатор Е471. Кстати, кто знает, в комментариях напишите, что он значит. Потому что есть некоторые Е-добавки, я слышала. Они, наоборот, их можно кушать. То есть ничего страшного не будет. Или даже есть такие Е-добавки, которые нужно даже кушать. То есть по-разному. Ну, по крайней мере, здесь, честно, знаете, состав нормальный, он хороший. Она действительно похожа на картошку натуральную. Вот не те вот роллтоны, которые... Вот эти вот маленькие пакетики там кушаешь в поезде, вот, да? То есть там кемня. Вот. И, то есть, ну, блин, она же, кстати, еще сытная. Она реально сытная. Прям вообще классная, мне очень нравится. Так, что у нас тут? Они, кстати, огромные такие, большие. И все разные формы. Они уже остыли. Ем я сегодня свои вилочки, любимые. Так, в разрезанном виде вам покажу. Обязательно. Нет, кстати, в обычные дни я готовлю сама. Вы не думаете, что я постоянно покупаю, покупаю вот такую вот еду. И совсем не готовлю. Нет, в обычные дни я ребенку и себе, там по-разному бывает, я готовлю. Когда ребенок, допустим, с пятницы уходит к маме, как правило, еда заканчивается. И, то есть, у меня получается выходной, да, там пятница вечер, суббота целый день и воскресенье до вечера. То есть, ну, смысл готовить, что я в пятницу начну себе готовить, кушать там на выходные. Ну, просто, просто я убью время, честно. Поэтому мне гораздо проще. Приходишь в перекресток, покупаешь, обычно под шубой салат беру. Что-нибудь там. Ну, обычно его, да. А, тортик, тортик от Палыча, да. И все. Ну, в этот раз я вот решила вот эти взять. Смотрю их, кстати, до этого их не видела. Они стоят около 100 рублей. Плюс-минус 50, 150 или даже поменьше. Не знаю, мне кажется, даже меньше. Надо будет в чеке посмотреть. Ммм. Ммм. Они вкусные. Такие, знаете, какие-то домашние. О том, что это магазинные, вообще не поймешь. Вкусно. Реально вкусно. Вот так, допустим, если девушка не умеет готовить, да, парень пришел к ней в гости, ну, а ей надо отличиться, соответственно, да. Ну, там, в гарнире сама сделает, там, это, кашу, там, что-нибудь, да. А вот такие можно купить спокойно. Перелить в кастрюлю, как будто ты только что приготовила, и все. Этот чистый парень придет. Ммм, как ты вкусно готовишь, какая ты умничка. Ну, там, кстати, перекрестки малоценен. Их отдельный, там, салат. Потом котлеты, разные котлеты. Пирожки, ну, там, не пирожки, а, ну, да, пирожки там, или что-то такое вот это вот есть. Потом мясо, пожалуйста, любое, крылышки там. А, курица поджаристая. Причем, кстати, курица половина продается. То есть вот так вот крылышко, грудка половинка и ножка. Она такая прям зажаристая, прям такая обалденная. Но я не покупала. Муж покупал как-то очень давно. Ну, не как-то так. Но покупал в пятерочке. Что-то такое. Нет, ну, блин, курица. Покупать курицу готовую, блин. Мне, честно, вот курицу, да, это просто, это легко. Курицу, что я домой принес, помыла ее, разрезала на противень, положила, майонезом помазала, отправила в духовку. Пока там в духовке готовится, можно пойти раздеться, не спеша, например, отдохнуть, посидеть там в интернете, да, и потом сесть просто кушаться. Мне так проще. Вот эти вот тефтели, то, конечно, тут заморочено, правда. Вкусно, обалденно. Лайки, лайки, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь обязательно. Мы с вами еще не заканчиваем, но я вам заранее напоминаю. И комментарии, обожаю ваши комментарии, ваши комментарии, блин. Ой, блин, они просто классные. Так, хочу посмотреть. А, кстати, а сколько вы держать? Там не написано способ применения. Наверное, 5 минут, а сколько время прошло? Так, давайте посмотрим с вами. Ух ты, там заварилось. Там заварилось. Так, кстати, да, мы сегодня с вами будем пить вот из таких вот чашечек. Они уже светились у меня на обзорах чая разного. Вот это мои такие кружечки. Кстати, они мне очень безумно нравятся. Есть, конечно, разные кружки, но именно у советских времен. Вот такие вот, как-то они какие-то нестандартные, такие они, знаете, похожи на современную вот кружку. Вот только рисунок отличается. Которые достались мне по... Господи, как они называются-то это слова? Блин, подсказывайте, подсказывайте в комментариях, пишите, как это называется. Наследство. Наследство моей бабушки, любимой бабушки, бабушки Лиды. Были ее кружечки, и вот они мне достались. Там еще хоть что-то досталось. Ну, вот эти кружечки, они часто очень участвуют во всяких обзорах. И будем с вами сейчас наливать. Ой, Господи, тяжелый что-то стал. Пути ожилел. О, он красный, представляете? Он красный. А, он крокодей раз. Да-да-да, точно. Если крокодей, то, конечно, он красный будет. Он такой, знаете, темный-темный-красный, больше как свекольный такой какой-то, прям свекольный. Ну, да, там получается уже каркаде. Чай тропический, кстати, называется. Там же, да, каркаде, брусника, лист, банан, яблоко, цедра апельсина. Ну, да. Сейчас вам покажу поближе. Кстати, он даже на черный похож немножко. Когда я наливала, он был прям красным таким, как будто бы. А так на черный похож. Остывать теперь еще будет 3 часа. Я не пью горячий. Я пью тепленький. Знаете, я попалом развожу горячий. Половина горячий, половина холодный. Все, перемешиваешь и все. Все, перемешиваю. Обалденно вкусно. Обалденно вкусно. Не знаю, и петрушка, главное, прям ощущается. Вот, знаете, дома готовишь, петрушку добавишь куда-нибудь, нифига не чувствуешь. Наверное, это дома, потому что здесь прям обалденно. Кстати, немножко остренькая. Я заметила, чуточку, не знаю. Хотя, знаете, знаю, знаю. Острый делал для того, чтобы пища быстро не протухла. То есть, есть такая особенность, например, мясо. Когда вы везете, сделаете шашлык, да, то есть мясо замаринуете под шашлык. И повезете его на природу, да. Чтобы он там по пути у вас не протух. Обычно добавляют перчик. То есть, делают его острым. И там можно его везти сколько-то там по жаре, наверное, сколько-то часов. Вот это, кстати, особенность я слышала. Тогда он не протухнет. Здесь, наверное, точно так же, чтобы он дольше лежал. Потому что, я думаю, не часто покупают их. По крайней мере, вечером приходишь и смотришь, все лежит на месте. Особенно вчера в пятницу я зиму отпела рано. Так получилось, что бабуля приехала к маме. А ключи забыла взять. Нам пришлось нести. Ну, мама говорит, ну, я оставляю ребенка сразу там. Ничего смысла потом вечером заходить опять. И там где-то в обед я уже была свободная. Да, в обед я пришла. Все салаты на месте. То есть, вся еда на месте. Законченных там вообще нет. То есть, они считай, с утра лежат. А то и вообще, может быть, со вчера, там было вчера лежат. Неизвестно. Такой, знаете, у него какой-то вкус домашний. Вот что-то такое, как будто готовили тефтери. Такой, знаете, как специя домашняя. Что-то у меня тут волосы лежат. Некрасиво. Мы с вами сейчас еще хлебушку помакаем. Наверное. У меня здесь есть свой хлебушек домашний, ржаной. Жалко, конечно, что не белый. Белый, конечно, тут был бы гораздо вкуснее. Сейчас я, кстати, шла гуляла. Думала зайти в перекресток. Ну, так получалось то, что у меня дорога проходила через дом, который, с которого с крыши в прошлый раз меня чуть не прибило снегом. И проходить второй раз я побоялась. Ну, и пошла в обход, конечно. Пошла в обход. И так получается то, что на улице вдруг стали что-то очень громко взрывать. Я подумала, ну, ладно, сейчас это еще пару раз, наверное, взорвут. Вроде и все. Больше не будут. Подходя уже к дому. Ну, вроде так, тишина. Я думаю, блин, идти в магазин или не идти? Ну, ладно, думаю, пойду. Иду, прохожу, ну, дохожу до своего дома. И получается так, что взрывают где-то на улице. Ну, знаете, какая-то большая петарда. Даже не... Ну, я не знаю, это даже не петарда. Взрыв, как у петарды примерно. Но больше, наверное, как взрыв, как, я не знаю, бомба какой-то, реально. И тут, короче, у меня практически как будто бы переносом что-то взрывается. Ну, больше, знаете, ветер. Неожиданный ветер. И вот тут у меня перепонка очень сильно больно стала. Очень больно. Прямо она вздрогнула. И ветер такой. Это был грохот. Я не знаю, это был огромный. Ну, блин, это был очень громкий грохот. Вот, видимо, вот где-то взрывалось тут вот на улице. Что вот оно вот пришло реально вот так вот. И я такая остановилась, думаю... И главное, не видно нигде. То есть не салют. Если салют, да? То есть ему в небе нигде не видно. Это реально просто что-то взрывается. То есть я пока шла, там уже раза 4-5 это взорвалось. И вот тут на улице. И перепонка. И я чувствую, у меня перепонка прям больно. Вот она сейчас до сих пор у меня болит. Они вообще как будто дом какой-то взрывают. Эхо такая развернулась. Нет, думаю, пожалуй, я пойду домой. Потому что если я сейчас еще туда дальше пойду, там опять начнет взрываться что-то, да? Я просто оглохну от страха даже возможно. Вот. Ну, домой пришла. Я думаю, интересно, как это будет звучать дома. И тишина. Не знаю, может мне просто пластиковые окна не слыхать. Но это, блин, это... Это не то, что страшно. Это неприятно, наверное, больше. То, что вот так вот произошло. И, конечно же, в магазин я не пошла. Я сегодня вышла на улицу гулять поздно. Что-то я так очень долго прособиралась. Думала, пойти, не пойти. Мама сказала, что там гололед, холодный, ветер. То есть вчера у нас был... Был дождь. То есть, представляете, зима, февраль. Начало февраля. Сейчас. Ролик не знаю, когда там выйдет. Начало февраля. Сейчас. При этом на улице я выхожу. Ребенка отвожу вчера. И на улице дождь идет, представляете? То есть лежит кругом вот так снег. И идет дождь. Лужи и гололед. То есть, представляете, все просто в одном месте. Вроде, казалось бы, раз гололед, значит, должен быть мороз. Правильно? Там раз дождь, ну, значит, и лужи, да, должно быть тепло. Но тут гололед, еще и снег вдобавок. То есть, блин, это такая погода первый раз в жизни. Чтобы вот так вот, да, я никогда в жизни не попадала так, чтобы был, допустим, снег, зима, снег. То есть, середина зимы. А, ну, уже конец зимы почти, вообще-то, да. Ну, ладно, почти середина зимы, да, зимы идет дождь. Реально идет дождь. Я была вся мокрая. Там хорошо, что я шарф свой не одела. Капюшон набросил. Хорошо, что он есть реально. Потому что была мокрая. И это было очень неприятно. Хлебу, кстати, шестой день. Шестой день хлеба, он не протух, смотрите, не запресневел, ничего. Даже запаха, даже близко запаха нет. Ржаной хлеб на квасе. То есть, вот, зимой, кстати, очень удобно печь хлеб самим. Потому что он долго хранится. Пять дней, то есть, четыре, пять, шесть, семь, восемь дней, десять дней даже у меня один раз было. Вот, то есть, а летом, летом он быстрее, потому что на покойнике все равно тепло. В холодильнике он мокнет. То есть, он так вот. Еще, кстати, я сегодня узнала, что, оказывается, хлеб нужно хранить в налоге. Хлопковый, что ли, по-моему, или в обычный, или какой-то, не помню. Напишите, кстати, в комментариях, что вы об этом думаете. То, что хранить хлеб в налоге. Ну, как мешок, ну, или в мешке, да, тряпочном мешке. Слушайте, вот, еще и хлебами отдают. Вкуснятина какая. Да, кстати, у нас сегодня с вами на обзоре еще вот такие вот сырки. Покупала ее восемь рублей. По-моему, восемь рублей за штуку. Меня привлекло тот момент, то, что здесь, ну, как всегда. Ну, как всегда бывает, конечно. Картинка красивая. То есть, видите, вот здесь вот два вкуса. Рядом они вместе, идут друг за дружкой. Ой, ну, парит там, да, вот, короче, ну, как-то так. Вот. Я хочу, короче, вместе с вами его разрезать. Попробовать разрезать. При том, что я взяла две штуки, мы с вами будем резать сразу два. Вот. И сейчас уже, уже сейчас, потерпите, потерпите. Сейчас мы с вами болтать уже начнем. Сейчас я, подождите. Наемся хоть чуток. Попью чаю сейчас еще. Потом мы с вами будем... Да что ж такое? Не открываются корзинки. Вот так вот на улице захочешь есть сырок? Нифига не откроешь. Вау, тут что-то вообще меньше размера. Ну, окажется таким большим. Упаковка-то, смотрите, вон, видите, большая. А сам сырок начинается вот тут вот. То есть, вот. Как она? Вот тут. Места вот столько вот остается, сосрок. Вот он. Как же вам показать? Вот. Буквально здесь сантиметров... Нет, не семь даже. Сантиметров пять. Так, смотрите, резать мы с вами будем оба. А, вот тут оптылось, кстати. Сразу оба. Что ж такое? Ай, перепачкаешься вся, пока их откроешь. Так. Блин, переворачивайся, что ли. Опа. Опа. Так. Так они выглядят. Ну, конечно, да. Ну, в принципе, как всегда, не особо это все видно. Прям так уж. Сейчас покажу упаковку. Вот она. Видно вам там? А, вот. Да? Видите, какая упаковка, как выглядит, и как выглядит сам срок. Да. Разница, конечно же, есть. Вот он с другой стороны. Ну, не особо. В принципе, я так и надеялась, что, скорее всего, это будет так. По-другому, иначе это никак не могло быть. А, вот тут, кстати, побольше. Видать, я с попки начала. Вот тут вот этот вот. Видите? Тут побольше. Смотрите. То есть, вот в самом конце больше. Ну, это, видимо, начало должно было быть. А здесь вот уже, вот с этой стороны. Вот этот вот. Видите? Он уже меньше. Гораздо меньше. Все равно выглядит не так хорошо. Ну, и давайте его попробуем. Да, кстати, как он там у нас назывался срок? С, так. Сырков. Ф, Ф. Сырков московский. Молочно-содержащий продукт с заменителем молочного жира. Сырок глазированный с начинкой лесная ягода. То есть, тут, а, тут, что у нас лесная ягода? Ижевика, клубника, еще что там? Давайте попробуем. Ну, кстати, он ароматный очень. Такой вкусный. Действительно, какие-то там ягоды чувствуются. Это больше, знаете, как варенье, как жидкое варенье. Не, не так. Как будто варенье было жидким, а потом что-то добавили, он стал такой. Ну, как варенье, только без кусочков всяких. Он как бы не жидкое, но и... А почему, кстати, самый очень такой нежный, ласковый? Протертый он, да, эти, какой-то... Ну, они все, по-моему, в принципе, такие. Протертый для старых бабушек, он прям вообще идеально подойдет. Ничего жевать не надо, размял там язычком и все. Как говорится, не жевать? Не, ну, все равно же бабушки едят, они же деснами там переминают же, в принципе. Давайте попробуем не жевать. Так вот. Вот это давайте. Ну, да, естественно, тут, конечно, шоколад. Шоколад у вас все-таки приходится жевать. Ну, давайте попробуем. Не буду жевать, сейчас буду я просто переминать языком. Проверим с вами, бабушки вообще смогут поесть их или нет. Ну, и, в принципе, кстати, 8 рублей, это недорого. Ну, да, наверное, недорого. Зубами я не жевала, я просто рот открывала. В принципе, кстати, можно, в итоге там все перемолотое, да, оно все проглатывается, там, разлетается по всему рту, остается шоколад. Но шоколад, в принципе, тает постепенно, но тает. В принципе, можно. Даже так, знаете, какое-то ощущение необычное. Попробуйте купить сырок похожий или такой и просто его не жевать. Разрезать так же и просто рассосать его языком, размять по небу и съесть. Попробуйте, кстати. Интересные такие ощущения. Мне на секунду показалось, что я действительно беззубая бабушка и не могу ничего поесть нормального. То есть, блин, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, это страшно, понимаешь. Что, как, так, что, без зубов остаться, блин, это вообще. Ну, с зубами лучше. Мы с вами состав не посмотрели. Во! А вы мне не напоминаете про состав. Что самое главное? Состав. Так, е-добавки. Один, два, три, четыре. Зеленый фон я не вижу. А, еще вот тут вот. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь е-добавок. Представляете, восемь. Обычно е-добавок. Но я уже много раз об этом говорила, когда покупаю что-то для себя. Ну, здесь вот для камеры для вас больше часть. А когда для себя, я смотрю. Если, допустим, пять е-добавок, тогда я возьму. Если больше пяти, десять, например, и больше, я не буду брать. Ну, блин, нафиг это надо. Здесь, конечно, много. Здесь огроменный, просто большой состав. Честно говоря, конечно, непонятно, из чего там сделаны. То есть, настоящий сырок, он делается как там творог, да? Можно также его блендерить там, может быть, как-то сделать. Что-то добавить туда. Потом положить его в форму, отправить в морозилку. Вытаскиваешь из морозилки через какое-то время, когда он заморозится. Обливаешь его шоколадом. Снова отправляешь, чтобы он заморозился. Вытаскиваешь, размораживаешься, и ты его ешь. Полностью вам рассказала рецепт. Кто делал сырки сам дома? В комментариях напишите. Это вкусно у вас получилось? Какие были проблемы, когда вы делали? Что у вас не получилось, возможно? Обязательно в комментариях напишите. Мне будет очень-очень интересно. Но всё равно вкусно. Как бы да, да, вы правы, конечно. Съедобавками всегда вкусно. Допустим, если сравнить домашнюю колбасу и колбасу магазинную, понятное дело, магазинную будет вкуснее, потому что там добавлена куча химии. Домашняя будет немножечко другая. Но, честно говоря, я колбасу не ем, поэтому домашнюю я, кстати, не пробовала. У меня в мясорубке, кстати, есть для кебаб-колбасок. Это вот штучка, где выезжает этот вот тесто, я хотела сказать, фарш. Но, единственное, там нужны вот эти вот какие-то для колбас вот такие штучки, чтобы она была длинненькая. То есть раньше продавали очень давно, я помню, продавали на рынках, в магазине. Сейчас перестали. Это можно купить отдельно, кишку, чья-то там кишка, продаётся всё это. Я пыталась, честно говоря, купить. Находишь, всё, написано там 150 рублей, например. Всё, 150 рублей стоит такая-то, такая-то, всё это. Всё, говоришь, давайте я вот это вот возьму за 150. Она хорошая, нормальная? Да-да-да-да, всё-всё-всё-всё нормально. Да, всё, сколько там это, вес я не помню она, или по метрам она не помню. Да, вот столько-столько, думаю, много. Ну ладно. Да-да, всё, давайте. И потом пить, что вы знаете, а цена будет стоить 300 рублей. Я говорю, как 300, у вас 150 написано? Ну, это там написано. А так она будет 300. Я думаю, блин, за 300 она мне и не нужна. Думаю, ну это 300, это много. Вдруг мне не получится, куда я потом взяну? Придётся всё равно так и так делать, пытаться. Думаю, 300 рублей. Ну, 150 ещё так вот, нормально, а 300? В другом месте пишу, 100 рублей написано. Всё, значит, всё договорит ра-та-та-та. А сколько будет стоить? 500. Блин, ну там 300, тут 500, ну ещё больше, как ваше 100? Ну, там вот так вот пишем, просто для привлечения людей. То есть, блин, даже её просто купить я так и не смогла. Я так и не нашла. Нормально, чтобы можно было купить. То есть, она оказалась недорогая. И вот чуть-чуть просто хоть взять, вот просто купить, вот попробовать немножко. Она продаётся там в метрах, по-моему, меряют, а там реально много. Ну, с вами разве что. Может быть, когда-нибудь купим и ещё вдобавок померяем. Последняя. Всё. Так, у нас с вами чай-то, наверное, уже остыл, да? Попьём чаёчек с вами. Да, там действительно вкус каркаде, плюс там всякие вот эти, но после сладкого он не очень показался вкусным. Сейчас мы с вами чуть-чуть поболтаем. Я его попробую снова, и тогда вам более подробно расскажу, потому что после сладкого вообще там что-то такое, как будто даже кислое что-ли показалось, или какое-то непонятное. Так, сегодня мы с вами будем разговаривать, наверное, о халяве. Халява, по-моему, это самое такое действие, которое, мне кажется, каждый человек захочет испытать. Так вот, скажем. Если, тем более, тот человек, который когда-нибудь испытывал, то есть после какой-то определенной халявы у вас сразу появляется на лице улыбка, то есть это вам приятно, вам нравится, это классно. То есть вот такое, вот. Ну, сегодня нам достали же с вами эти тевтели, да, бульончик на халяву. Приятно? Приятно ведь? Приятно. Соответственно, вы куда пойдёте? Снова покупать у этой девушки. Ну, здесь уже как-то автоматически, то есть халява. А бывает халява, когда в магазине какой-то не пробивают продукт. Сейчас, кстати, почему-то этого нету. У меня уже давно-давно не попадалось. Напишите в комментариях, была ли у вас такая халява, когда вам не пробили какой-то продукт. И вы его получили бесплатно, ещё при этом либо отдали деньги, либо, скорее всего, ушли. Было у вас такое или нет? Напишите обязательно в комментариях свои какие-то истории небольшие. У меня было так, ну, я, кстати, уже... А, я где-то уже в каком-то влоге рассказывала вам. На какой-нибудь, наверное, посидушечке. У меня такое было. У меня было в Отрадном я отдыхала вместе с мужем. У мужа там родители живут. И мы с мужем пошли в магазин. Я накопила тысячи рублей. По-моему, у меня было тысячи даже, чтобы купить конфеты. Были конфеты с грецким орехом. Назывались Сергей Орехович, что ли. А, грецкий Сергей Орехович. Да-да-да, как-то вот так вот. То есть они разные. Там, если фундук, там фундук, там Олег Владимирович, например. Ну, что-нибудь вот типа такого. Сейчас, кстати, я их давно уже, очень давно не вижу. И там была прям половинка такая грецкого ореха. И шоколад сверху. Небольшим таким слоем. Это было... Блин, это было обалденно вкусно. Это, я не знаю, это было что-то невероятное просто. Он был кругленький. Иногда два орешка, то есть, скрепленные. То есть он больше был, значит... По-моему, вроде бы. Ну, я накопила деньги. Стоил там за килограмм 500 рублей. Это еще было давно. Сейчас он дороже наверняка, если есть, стоит. Я решила купить 200... Так, подождите. А, полкило, полкило. Да, я решила купить полкило. Накопила тысячу. Ну, как не накопила, взяла там. Ну, да, отложила. Я купила, значит, чай ромашковый. Где-то там рублей 50-70 он, наверное, стоил. И вот эти конфеты взяла. Их мне взвесили, нарепили бумажечку. То, что там сколько цена и все такое. И на кассе, значит, все это пробивает. Пробивает она. Даю ей деньги. Ну, она что-то там цифру какую сказала, я не расслышала. Даю ей деньги. А сдачу она мне просто швыряет. То есть, купюры разлетаются у меня по кассе. Монеты тоже прям покатились, покатились, покатились. И чек. Ну, я все это собрала, взяла. Думаю, что за отношение такое. Думаю, как не знаю кому. Ну, ладно. Все, взяла, собрала, отошла на прилавку. Я понимаю, что у меня денег дали слишком много. То есть, ну, меньше должно было быть. Смотрю в чеке. А там получается то, что чай пробили, а конфеты она не пробила. Они просто мимо пролетели. А все вокруг уже вечер был поздний. Все вокруг пищит, пищит, пищит. Там всем что-то пробивают. И она просто не услышала. Как бы я это знаю, да? Я стою, думаю, блин. Как бы она ко мне отнеслась плохо, да? То есть, деньги взяла, просто шевырнула мне. То есть, даже монеты разлетелись. Сейчас подходите и говорите, ой, вы знаете, а у меня конфеты не пробили. Ну, как-то это будет нехорошо, унизительно, что ли. Она ко мне так отнеслась, а я к ней подойду, вот скажу, вот так и так. Ну, я, короче, все просто собрала и ушла. Ничего не стало подходить. Потом я долго думала, блин, надо было все-таки брать килограмм. Понимаете, килограмм конфет за 500 рублей на халяву. То есть, это же вообще-то много. Ну, ладно, думаю. Вот, то есть, такая была халявка. Ну, как-то, знаете, в жизни не особо было их много, таких моментов. Был такой, когда топленое молоко мы с мужем покупали. Оно только-только в магазине появилось, только-только попробовать решили. А денег не было, деньги закончились, только на продукты были. И с мужем еще скинулись пополам. На это вот топленое молоко, потому что не хватало денег. И так получилось, что на кассе его не пробили. Мы вышли, муж говорит, что-то денег взяли много, странно. Ну, давай в чеке посмотрим. Ну, давай. Уже вышли из магазина, там, идем, 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 уже далеко идем. Ну, давай смотри. Хоп, топленого молока, оказывается, нет в чеке. Оно досталось бесплатно. Халява. И мы бегом побежали. То есть, опять же, все пищало-пищало, она просто не заметила. Было один раз, я теряла продукт. То есть, из него заплатишь и потеряешь. Один раз у меня, ну, может, не знаю, может, еще было, конечно. Так получилось, я складывала все в сумку. То есть, продукты сдвинула. У меня была пачка масла. Мне нужно было, я вообще пошла в магазин за маслом. И купила какие-то еще продукты. И так получилось, что у меня масло, короче, было среди, то есть, вот этот прилавок заканчивался. Я вот стояла вот тут, прилавок, то есть, масло, и вот так сумка. Я подумала, что я буду масло класть вниз. Сейчас оно там растает, пока я дойду. Лето, жара была, растает, размякнет, думаю, там, вылезет еще. Думаю, положу его сверху. Думаю, тут-то я его, ну, замечу, не забуду, чай. Все продукты сложила, забыла про это масло напрочь. Взяла сумку и ушла. У меня даже никто не крикнул вслед. Я еще иду такая домой, думаю, а я масло положила? Думаю, наверное, положила, думаю, что я дома прихожу, масла нет. Представляете? На следующий день иду опять в этот же магазин, думаю, может, мне сейчас, ну, вспомнят. Мне нет, уже другие сидят, никто ничего не помнит. А сзади меня был мужик, думаю, наверное, он себе забрал мою пачку масла. А мне не досталось. Думаю, пошла за маслом, и в итоге его там забыла, потеряла. Ну, было обидно, вот честно. Это реально было обидно. При том-то, то, что я уходила, да, то есть следующий мужчина, он видел то, что пачка масла осталась, что эта пачка масла не его, и просто промолчал. Сложил ее, наверное, с собой и унес просто на халяву. А ему надо халяву. Маслица, ботер-бродик сейчас наделаем, икорка красная открою, жих, ам-ням-ням-ням-ням. Да, и все. Вот, такая у меня была халява. Напишите в комментариях, какая была у вас халява, обязательно. Обязательно подписывайтесь. Вот, но я не буду уже считать, допустим, ту халяву, которую покупали родители мне продукты, там, например, приносили ли денег, когда там родители говорят, это совсем другое. А вот именно когда ты в магазине сам стоишь, то это, конечно, гораздо интереснее. Постоянно хочется в магазине стоишь в очереди, и постоянно думаешь, блин, ну когда же мне на халяву что-нибудь попадет, какой-нибудь продукт, ну блин, ну когда, когда? Он, кстати, такой ароматный. Он и крокодей, то есть, и плюс там вот это, что там, цвета апельсина, яблоко, банан и брусника, листочек, да? Все вместе с этим вкусно. Чувствуется апельсин, наверное, вот что-то. Ну как-то, знаете, как-то, знаете, так вдали, как бы вот крокодей, это отдельная часть, и есть еще вон там вдали чего-то, которое, в принципе, она чувствуется, ощущается. Это довольно интересно. Такой необычный очень вкус, то есть, привыкаешь ко вкусу крокодей, а здесь вот как-то вроде крокодей, и плюс еще такая изюминка какая-то, что-то такое очень-очень вкусное. Вкусно, можно покупать. Надо было, конечно, посмотреть. Интереснее, конечно, зеленый чай какой-нибудь купить, черный чай, по-моему, там есть. Я помню, что там был чай, еще там был добавлен изюм. Вот тут я, конечно, просто ошарашилась, я просто удивилась, что в чай изюм? То есть, в принципе, изюм у нас, да, лежит, мы его там куда-то в выпечку добавляем, да? Так покушать иногда мягенький, вкусненький. А тут в чай изюм. И, в принципе, даже вот такой чай, очень такой интересный, необычный. Мы можем с вами дома сами чай приготовить из сухофруктов, например. Курага, да, чернослив. Мне кажется, в принципе, то же самое. Кусочечками там порезать, добавить банан сушеный, яблоко, зеленый чай туда. И получится что-то такое. Кстати, по поводу чаё. Травку мы с вами собирали. Я её всю высушила. Но я не знаю, какой чай, то есть, какие листочки чая, какому подойдут, чтобы это было вкусно. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Как вы делаете чай? Что вы добавляете? Ну, вот именно собрали, допустим, на даче или там в лесу где-то. Высушили и добавили. Что с чем? С чем вообще добавить? У меня есть душица, жасмин сушеный, мята, шалфей, мелисса, чабрец я покупала магазинный. В магазине, кстати, видела такой же лаванды. Мне кажется, лаванды, чай... В принципе, лаванды, особенно, никуда не добавляется. Даже не знаю. Вот. Что ещё там? Блин, не знаю, по-моему, всё. Или просто их все вместе, наверное, смешать, да, и попробовать. А там ещё можно и яблоко добавить, и груши там сушёные, да, банан сушёный, там, изюмку, рагу, там... Точно, слушайте! Просто всё вместе добавить, вот это, сложить там в пакетик и просто заварить. Кстати, пакетик, он ведь заварился, он реально работает, это классно. Он там заварился даже. Я думала, честно говоря, что не заварится. Думаю, всё, нет, заварился. Классно. А, по поводу ремонта. Ремонт продолжается. В моей комнате уже начинает заканчиваться. Мастеру осталось постелить линолеум. Ещё с потолком чуть-чуть линолеум и обои. И всё, моя комната уже будет готова. Останется дождаться только двери. И всё, потом у нас пойдёт в коридор и кухня. Честно говоря, уже привыкаешь жить в ремонте. Это не настолько всё прям плохо. То есть, если он делает ремонт в комнате, все его стройматериалы там в комнате. Он их не разбрасывает по всей квартире. То есть, выходишь и спокойно идёшь по коридору. Не приходится вот так вот перешаливать, там, большими шагами, там, спотыкаясь. То есть, этого вообще нет. Он большой-большой умница. Не знаю. Честно говоря, знаете, мне кажется, нам с мастером очень-очень сильно повезло. Единственное, мне не нравится то, что он опаздывает. Ну, он, конечно, он устает за целый день. Представляете, на ногах. Целый день на ногах. Присесть там, ну, он же не сядет на целый час. Не будет сидеть, правильно? То есть, ну, если он присядет там минут пять. И всё, встаёт и дальше там шкурит. А вот потолок он делает вот кверху головой. Попробуйте просто поставить кверху головой и ещё вот так поднять руки. Устанете. А он вот целый день, вот этот вот потолок, вот он красть. Ну, потолок, кстати, да, самое дорогое. Вот. Конечно, человек устает, я понимаю. Очень устает вечером вот. Сейчас он стал работать более допоздна. Прям вот допоздна работает. Если раньше он там уже уходил часов пять, там, начало шестого он уже уходил. Сейчас он уже до шести, до семи сидит там. Причём, знаете, вот что самое интересное. То есть, вот есть мастера, конечно, у нас много разных мастеров было. Там, кто балкон там стеклил, там, кто это. У мамы тоже там ремонт был, там, чего-то где-то. Они все стараются быстрее там, тяп-ляп, кое-как сделать, получить деньги и уйти. То есть, в основном это так. То, допустим, вот этот мастер, он старается, наоборот, сделать хорошо. Он старается супер, как хорошо сделать, и только потом получить деньги и уйти. То есть, он реально, знаете, он старается реально. Вот. То есть, и ходит там, как-то смотрит там, не спеша, там, всё хорошо, старается сделать там. Блин, не знаю, мне кажется, самый классный мастер в мире, правда. Причём, знаете, самое интересное. То есть, опять же, мастера бывают разные. Разные мастера бывают, которые к хозяйкам, хозяинам, да, относятся по-разному. У меня было такое, как раз, балкон был застеклённый, мы его ещё обделывали. Панелями вот обделывали, там работало два рабочих. Они, помню, хозяинка у меня, чай давай. Причём, это третий уже мог быть чай за целый день. А, они пили чёрный чай, и чёрный чай у меня, короче, закончился. Ну, я подхожу, говорю, типа, у меня чёрного чая нету, закончился, есть зелёный. Будете? А чё это, мы на диете, что ли? Давай чёрный нам. Вроде нет чёрного, иди беги в магазин, значит. А у меня ребёнок маленький, Диме как раз около года было. Да, около года было. То есть, маленький, как я чё, ребёнка оставлю. А, и был как раз обед, я его только что, только что вот прям ложилась спать. Был обед, то есть, это мне чё, получается, ребёнка надо сейчас разбудить, да, посадить, одеть, посадить в колясу. То есть, он сонный, он спит реально. И их оставить, одни их дома, и пойти в магазин за чаем. Вот как представила вот это всё, думаю, чё нет. Ну, их оставить, они, да я не знаю вообще, что это за люди. Они, может, вот так вот закроются здесь, и всё. Они, может, там обкрадут вот так квартиру, и выйдут, и уйдут, и всё. И ищи, ищи их там. Ни паспорта там, не сфотографировать, не дали, ничего. То есть, блин, я просто развернулась и пошла в комнату к ребёнку, и всё. Они там думают, знаете, что я пошла одеваться, может быть, сейчас пойду в магазин. Сидят, ждут, 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 ну там работают, ждут. Потом меня опять кричат, эй, хозяйка, ты где? Я выхожу из комнаты, как была одета, так и осталась, выхожу. Говорю, чего? А ты чё, не ушла, что ли, в магазин? Иди в магазин. Я говорю, зачем? Говорю, вам надо, идите в магазин. Я почему говорю, почему должна я вообще ходить в магазин? Ну, мы чай хотим. Говорю, есть зелёный чай. Заварить? Нет, не надо нам. Лучше магазин давно бы уже сбегала. То есть, блин, реально, вот это вот наглости такое я вот не ожидала, вот честно. Не знаю, это вот чё-то с чем-то. Я уже сидела, думаю, господи, быстрее бы они закончили этот балкон, быстрее бы они просто побыстрее бы ушли. И всё. И то есть, ему же там вечером идёт с работы, я говорю, слушай, пить чёрный чай, говорю, у них чай закончился. А чё я должен его покупать-то вроде? Ну, блин. Они так, кстати, у меня и стали пить зелёный чай, потом они быстренько-быстренько сразу свернулись, скорее всего там доработали и скорее сбежали. Вот, почему-то, кстати, мужчина не любит зелёный чай, почему-то. Не знаю почему. Вот, то есть, был такой момент. И был, кстати, ещё момент, когда ванная у нас здесь стоит чугунная, когда мы въехали в эту квартиру, мы решили ванную не менять. Потому что она чугунная, она там хорошо встала, ну и, в принципе, поменять ванную проблематично. То есть, это должен кто-то прийти, кому-то надо заплатить, кто-то должен её вытащить, да, и поставить другую. Хотя, честно говоря, лучше бы мы поменяли, правда. Прошли люди, которые красят, их вызвали мы. Один мужчина, ну, оба мужчины, им где-то было по 50 лет. Один был такой нормальный цель сложения, а другой был пухленький, прям с животиком таким. Вот. Он сразу, смотрю, начал ко мне как-то подлизываться, скажем так. Как-то меня своим вот пузиком пытался где-то в угол приставить, где-то придавить в этом углу. То есть, блин, я не люблю вот такое вот ощущение, когда меня где-то пытаются придавить. Где меня пытаются облапать где-то. Блин, вот это ощущение просто дикости какой-то. Не знаю, я не люблю это. Не знаю, мне кажется, каждый человек не любит. И для меня это было просто очень странно. Я не понимала, что вообще происходит. Люди пришли красить ванную. Один там занимается, а другой просто непонятно чем занимается. Мне уже стало немножко становиться страшновато с ними оставаться. А, плюс как раз с Диме был год. Уже к тому времени год был, да, с чем-то даже, наверное. Или нет, или ровно год, не помню. И он учился ходить. То есть, он идет-идет и падает, да. То есть, за ним надо следить. И тут, получается, они, я к ним подхожу. Тут у меня ребенок остается совершенно один. Неизвестно, там упадет он, ну, головой ударится вдруг. Мало ли, я же не знаю. То есть, блин, я просто вот так вот туда-сюда бегала. И вместе с ребенком подходила. Потом без ребенка подходила. И как-то вот так вот. И они там покрасили. Кстати, вот они ее покрасили, а она уже пожелтела. Она была белоснежная практически. Сейчас она уже желтая. У мамы, допустим, стоит ванная чугунная. Прямо с магазина белая. Она осталась белоснежная. Как была она всю жизнь белоснежная. Она осталась белоснежной. Вот честно, если бы я знала на тот момент, лучше бы купили новую. Лучше переплатить и купить новую. Она, может, осталась бы белоснежной. А тут она уже желтая. То есть, мы заплатили полторы или три тысячи. Сейчас, не помню уже. Сколько? Два года прошло. Два года прошло. Она уже желтая. Сколько я ее там мыла, не мыла, не мыла, не мыла. Все равно она уже не такая белоснежная, как была раньше. Не знаю, либо красть ванную желтым цветом сразу. Тогда это. Мне хотелось белоснежную. Ну, не знаю. Может, в следующий раз я ее покрашу, наверное, цветом, как была моя тарелочка. Наверное, вот таким вот. Хотя, не знаю, что потом там будет. Или, знаете, проще всего, наверное, красить сразу черным цветом. И можно ее даже не мыть, не отмывать. И все. Конечно, они ее, кстати, надо очень следить за мастерами. Они ее очень плохо пошкурили. Ну, а бы как, покрасили. Там пошкурили они, что-то покопошились. Короче, был обед. Наступал. Наступал обед. Они посидели там, поковырялись. Сами нагло. Нагло, кстати. Сами пришли сюда за стол. Сели. И сидят, болтают. Взялись со шкафчика, тарелку поставили себе. Сидят, болтают. Слышу из кухни. Эй, хозяйка. Я тогда думаю, что? Эй? Ну, блин, серьезно? Взрослые люди? Эй? Это я помню, мы в детстве все время прикалывались просто друг на дружку. Но это как-то... Это не то как-то. Это вот прикольнуться можно. Эй, там что-нибудь это. Я иду. Я думала, что они все-таки там сидят. Что звук не отсюда уйдет. А захожу и вижу картину, как они сидят за столом и болтают. Просто болтают. Как будто пришли в гости и вот болтают. Там, хозяйка, давай нас корми. Я говорю, вообще растерялась так. Кормить что? Ирачи. Он такой, который приставал как раз, говорит, ну, конечно же борщом. Ну, чем же еще? Говорит, мы же вроде кушать, наверное, хотим у нас обед. Причем время они выбрали сами. То есть до обеда они пробыли дома, там выспались, все такое. А потом пришли. Могли прийти сытыми, в принципе. Я такая стою. Говорю, у меня нету. Вообще, у меня настолько был шок, я даже не знала, что говорить. Говорю, у меня нету борща, у меня есть только каша. Нет, каши мы не хотим. Ну, давай что-нибудь другое. Там, вроде, что у тебя еще есть? Я думаю, блин, что делать? А я получила так, что муж у меня сидел в соседней комнате. Он не любит встречать всяких таких вот мастеров, с ними сидеть, общаться, разговаривать. То есть он вообще против всего этого. Мол, тебе надо, ты и сиди. Я заранее написала смс-ку мужу. Выйди, пожалуйста, из комнаты и зайди в кухню. То есть заранее написала и подумала, если сейчас что-нибудь начнется, они будут ко мне приставать. Я нажму отправить, и муж сразу выйдет. То есть он увидит, что у меня есть муж, и тогда перестанет ко мне приставать. И, короче, я пока там стою и нажала эту кнопку. Думаю, ну, нажму, пускай выйдет. Думаю, пускай он решит этот вопрос, чем накормить этих несчастных мастеров. И, короче, он тут же, прямо смс-ка ему приходит, он тут же прям вылетает, заходит в кухню. И те прямо обомрели просто. Он так, здравствуйте. Здрасте. И там... Да вообще, я такой, он так постоянно посмотрел. Так, что тут происходит? Они такие, да мы тут кушать вот собрались, вроде накормите нас. Он говорит, а чем вас кормить? Ну, я не знаю, вроде. А там булочка, короче, была булочка. Муж купил какую-то новую булочку и решил ее с утра попробовать. Какая-то там прям мягкая она была, супер там какая-то. Они такие, да вот у вас, говорит, булочка лежит, мы ее скушаем? Муж такой, блин, а... Я ее вообще-то сам хотела поесть. Он такой, ну ладно, типа, кушайте. Оказалось, что у них была своя булочка, еще и чай я заварила. Они свою оставили, нашу попробовали, причем они ее раскромсали, положили на тарелку, которую взяли, положили на стол. Оттуда вы брали эту булочку руками. И самое интересное, что они эту булочку не доели даже. Они ее оставили. То есть грязными руками, да, они ее отломили, не доели. И какие-то крошки еще были на тарелке, еще какой-то кусок откусанный лежал. И они все это оставили и пошли дальше работать. И знаете, вот эта вот длительная тишина, так типа, блин, а что с этим делать? Блин, а что нельзя вот был вот этот маленький кусочек хлеба доесть реально? Почему его нужно было оставить? Я куда вот его дену? Выкидывать хлеб нельзя. Оставить съесть я тоже не съем. Ну мало ли, вдруг он болеет чем-то. Птичкам это еще надо отнести. Мне даже его было противно трогать вот это вот все. В итоге они так не доели, ушли. И вот эта вот новая булочка, конечно, осталась раз кромсатая такая. Там вот... Ну поняли, короче. Вот. И честно, это шок был. Это вот именно вот эти вот... Которые красили в ванную, у меня больше всего вот это вот прям запомнилось. Настолько вот эта вот наглость. И потом, знаете, вот только вот недавно я эту историю снова вспомнила. И только потом я поняла, почему он ко мне приставал. Таким образом, допустим, другая бы девушка какая-нибудь или женщина была бы. Он к ней начал приставать. Там тя-тя-тя, тюпа-тюпа. Там какая-то там чем-то, тя-тя-тюпа. А потом они захотели кушать, сели кушать. И он бы там ей сказал, давай борщом угощай. И она бы там типа, а-а-а, я встретила, наверное, свою любовь. Надо мне его угостить. Всем-всем-всем-всем вкусненьким. И, конечно же, они получают, получается, еду доделывают и просто исчезают. И все. То есть это, кстати, момент такой очень интересный. То есть таким образом можно спокойно кушать на халяву. Окрутила девушку, она себя накормила и ушел. Все. Там и она тебе нафиг не нужна. То есть просто ставьте лайки, лайки, лайки. То есть вот такая вот была наглость. А тут вот мастер, он... Знаете, мне кажется, иногда, что у него наглости вообще не существует. Это какой-то человек абсолютно другой. Знаете, вот есть люди такие, которые деньги... Если другой человек может взять, допустим, очень много денег за какую-то услугу там, да? То есть ему деньги, деньги скорее нужны. А есть другие люди... Ну, поправьте меня там в комментариях, напишите правильно, как это все называется. Есть другие люди, которые за ту же самую услугу возьмут гораздо меньше. Даже не 50%, а даже больше процентов, меньше. 70, там 90 даже бывает такое. Или ничего не возьмут. То есть вот так. Мне кажется, он как раз вот... Именно из таких для него самое главное вот это вот работа. То есть сделать правильно, аккуратно, все чисто, работу. То есть тоже там не тяп-ляп, там кое-как наклеить обои, допустим, там отклеились, там ну и ладно, там ваши проблемы, там делайте, что хотите. А именно вот, то есть если что-то там у мамы он тоже там делал немножко, ремонт там небольшой, если там что-то получилось, там не доклеил обои, например, там что-то, оторвался кусочек, он приходит и дальше там доклеивает, дальше там делает. То есть это классно. Это реально классно. Таких мастеров найти очень сложно. И то есть, допустим, под линолеум, вот он сегодня там клал какую-то зеленую штучку, прежде чем ее положить, надо помыть полы. То есть в принципе другой бы мастер сказал там, эй, ты давай помой полы, я сейчас там буду класть. Да, то есть сам бы он не стал мыть, согласитесь, мужчина же. То, конечно, наш мастер налил воды и сам помыл полы хорошенечко. Там одной водой, потом другой водой, то есть прям так вот добротно. И в Диминой комнате тоже, когда был ремонт, там он тоже сам помыл полы. Там раза 3-4 он воду выносил. То есть, блин, это классно. Потому что я помню, где-то делали что-то у нас, я помню, что мастер когда уходил, мне сказал, не забудь полы помыть вроде. Что-то, а, полы помой. Так вот, знаете, помой полы. Так вот это. И мне это было так опинно, я просто взяла и подмела. И все. Он приходит, а что, полы не помылось, что ли? Нет, говорю, не помыла. Тебе плохо. Тебе хозяйка плоха. Не помыл. То есть, это неприятно. Вот. То, конечно, он молчит. Он молчит. Даже если вот тут у нас на полу видно то, что полы грязные. Бывает такое, что я сильно устану, у меня болит спина. То есть, я вечером полы не помою. Бывает на следующий. Бывает неделя. То есть, в неделю уже целая вот эта вот грязь стоит. Молчит. Вообще молчит. Там, мне кажется, другой бы подошел. Типа, ну, что такое у тебя все так грязно там. Помой полы. А он прям молчит. Представляете? Вот. Такое нам досталось чудо-массово. Что-то мы о нем с вами заговорились. Уже, наверное, слишком-слишком много. И, конечно, он также не влазит в ваше личное пространство. То есть, вот это я в человеке вообще первый раз в жизни заметила. То есть, я сижу, например, за компьютером. Или где-то там что-то сижу. Он проходит мимо меня. То есть, он даже не смотрит. Он голову наклонил вот так вот вниз. И вот так проходит. Или он там что-нибудь делает. Да, я там неподалеку сижу. То есть, как будто меня нет. Он вообще меня не замечает. То есть, вообще. Ну, получилось так, что я сидела в своей комнате с компьютером. А он вот так напротив меня. Где-то в метрах, наверное, пяти-шести. Ковырялся там что-то около косяка. Я сижу за компьютером и думаю, интересно, он смотрит или нет. Но я так голову повернула и краем глаза, короче, смотрю на него. Ну, мне интересно же, любопытно, смотрит или не смотрит. Ну, ему же тоже должно быть, наверное, интересно, чем я там занимаюсь. Что я там делаю в компьютере, сижу, где я лазю. Мне было бы интересно, вот честно. Я бы, наверное, смотрела. Краем глаза там у человека, если я делал где-то мастер, я бы, наверное, смотрела. Было бы любопытно, реально. Вот он вообще не замечает. Он копошится в своем углу, там что-то делает, делает. А на меня вообще ноль, просто ноль. Вообще не смотрел. Я думаю, блин, это удивительно. У меня просто нету слов, вот честно, у меня нету слов, насколько это вот... Можно просто вот так вот сделать, чтобы проходить мимо человека, сидящего за компьютером, да. И просто даже не повернуть в голову, не посмотреть. То есть даже вот так вот. Все. Поболтали о мастере, не буду слишком много. Правда, чудо-мастер. Кто живет в Самаре, если кому нужен ремонт, обращайтесь. Я пришлю вам его номер, вы ему позвоните. Это, блин, классный человек. Очень классно делает, очень качественно, классно. Аккуратно все. Полы, видите, даже за собой перемывает. То есть мастер, ой, мастер, мусор. Мусор, то есть нигде не раскидывает. А за собой мусор сразу выбрасывается. Так, все, ладно, хватит. А теперь прям это, что-то мы через чудо много о нем говорим. Вот. Так, ну что, давайте пробовать. Сегодня что-то мне прям это, мало мы с вами болтаем. Что-то какие-то темы у нас стали затяжные, такие длинные. Такое, кстати, вот прям ароматное. Так, теперь у нас с вами корзиночки. Так, что тут без заморозки. То есть их не замораживают. Ручная работа. Жалко я, что они не масляные. Я все-таки надеялась, что они будут масляные. Я не прочитала. Обычно, знаете, как бывает, приходишь в магазин, берешь какую-нибудь коробку. Вот смотришь на название. Вроде текст, да? Вроде тут все крупно, все видно, да? То есть смотришь и нифига ничего не видишь. Нифига ничего не видно. Приходишь домой, начинаешь читать. Блин, а тут, оказывается, крем-то белковый. А картинки из песочного теста там. Та-та-та. Или читаешь в магазине, но не понимаешь. Нифига ничего не понимаешь. Так, давайте я вам сначала так их покажу. Вот так вот они выглядят. Кстати, они прям поместились ко мне в рюкзак. Я не несла их в руках, слава богу. И покажу вам их вот тут. Ну, кстати, они вот блестят. Пахнут обалденно. Кажется, как будто бы они из масляного крема. У меня есть такая вот ложка. Супер-пупер длинная. Я, честно говоря, больше люблю масляный крем. Мама у меня любит белковый крем. Но я знаю, что бывают торты еще из какого-то крема. Безе, что ли называется. Он на вид как будто бы крем. Но он жестковатый такой, более. Мне не нравится такой. Один раз свекровь в гости, когда к моей маме приходили свататься. Простите, руки и сердца. Для своего сына. Или знакомиться просто с моими родителями. Они купили торт, где, как казалось бы, на вид очень много крема. Они знают, что я крема просто обожаю. Но в итоге это оказалось, что это какая-то сухая масса. Типа безе. Это было ужасным. Этот торт с мамой с трудом просто доели. С большим трудом. Я отказалась. В итоге мама доедала. И после этого, знаете, я поняла то, что я никогда в жизни больше не буду покупать неизвестные торты. Что я буду тщательно все читать. А вот на таких, кстати, жизненных ошибках начинаешь учиться реально. Каждый раз покупая торт, я очень долго читаю, читаю, стою. Думаю долго, думаю, блин, а что же там должно быть такое? А вкусно ли это там, если там какой-то крем, читаешь, там какой крем, чего там как-то. Ну, тем более, особенно, если он дорогой, как, допустим, от Палча. От Палча там вообще торты за 800 рублей есть. Уже остыл. Так, они такие все красивые, с чего бы начать, интересно. С розового? Или с желтого начнем? Или с считалочку? Кстати, считалки мне так и не прислали вконтакте, хотел сказать, в комментариях. Какие считалки мне пользуются? Ну, давайте, ну, погоди, нет, ну, погоди, а про зайку, да? Один, так, давайте все четыре. Один, два, три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. Пив, пав, ой-ой-ой, нет, ой-ой-ой, потерялся зайка мой. Розовенькая. Кушаем розового, она не видно. Вот так видно. Кстати, он такой, это, мягенький, то есть я смогла его, смотрите, уже откусить ложкой, то есть взять. Это уже плюс. Ну, да, он белковый. Конечно, жалко, что не масляный. Очень люблю масляные. Я помню, когда пекарня Белка только-только открывалась, там вот такие вот корзиночки с масляным, кстати, кремом, продавались. По-моему, 15 рублей было за штуку, это было давно уже. Это было года три-четыре назад. Нет, года четыре назад, да-да-да. Рублей по 15 они стоили. 15 или 30 рублей, что ли, по-моему. Как-то так. И я, по-моему, прям много покупала. Такие вот четыре штуки, еще четыре, там две-три пачки по четыре штуки. Мне прям нравились вообще. Просто обалденно. Камера сегодня, кстати, стоит гораздо-гораздо дальше. Я вам покажу под конца сейчас. Видно, что ли? Вот они видно. Ну, такие, ничего. Масляный крем, конечно, был бы вкуснее. Не знаю, может быть, потому что я не люблю белковые. Мама очень любит. Нет, нет. Мама очень любит. Ну, все равно, кстати, сладко, вкусно. И у розовеньких есть какой-то аромат ягод, что ли. Но, прямо она хочется очень пить. Если, допустим, масляный, то он больше растворяется, как-то такой, как будто жиденький, ну, такой, соченький, да, то это более суховато, и он без жидкости как будто застревает там в глотке и очень медленно-медленно проваливается. Мне кажется, это не очень приятно. Вот. 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 Там в конце какой-то джем. А нос, кстати, может быть, он и ягодный. Вот. 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 Фух. Мне кажется, я даже одной штукой уже наелся. Вот. Она прям такая, реально прям сытненькая. И, кстати, она лежит еще в своей, сейчас я покажу, в своей такой штучке. Кстати, очень удобно, если вы куда-нибудь купите на работу и сможете так всем раздать и спокойно стоять. Стоять. Она прям нежная-нежная, очень нежная. Короче, у меня вырубилась камера, но я ее уже доела. Блин, знаете, одна штука сытная. Очень сытная. Может быть, потому что мы с вами уже здесь покушали и поэтому, блин, она реально сытная. Честно говоря, уже больше не хочется. Для любителей, например, белкового крема, такие корзинки просто классные. Кстати, они очень быстро заканчиваются в перекрестке. За все время, сколько я хожу в этот перекрестик, уже давно, очень давно, по-моему, я их первый раз увидела. Причем они, кстати, лежали. То есть их кто-то взял и положил где-то рядом. То есть не на место, а где-то рядом. И я думаю, блин, последнее осталось, надо взять. Взяла, посмотрела, ничего толком не увидела. Думаю, ну ладно. Дома разберемся. Попробуем, посмотрим. Так, у нас с вами крекер. 300 грамм. Такой вспомните? В детстве такой был. Здесь луна, овальчик, квадратик. Какие-то, а, тогда луна, цветочки. Я помню, в детстве я прям очень его любила, обожала. И когда его видишь где-то на прилавке, мне сразу с детства вспоминается, как я его ела. Еще, кстати, в моем детстве были печеньки с животными. Я помню, животные были где-то вот такие вот большие. Я их не особо любила, но они мне нравились, короче. А, вот с этими я помню, как папа их ел, просто закидывал в рот. А для меня я была маленькая, они были огромными. И я помню, надо, думаю, повторить, как папа. Я, короче, в рот ее полностью засунула, и она у меня там застряла. Я не могла ее очень долго разжевать. И что-то я с ней промучилась очень долго. И мне так, Наташа, что ты наелась, что ли, все? Что так мало печенек съела? Ну ладно, все, давай иди. А я не могу ее никак это перевернуть там. И выплевывать как бы ее не хочется. Хочется ее прожевать. И что-то я прям такой это, небольшой стресс испытала, помню. Потом я уже поняла, что только взрослые могут так есть. Ну правильно, папа-то он большой теней, как семечки для него. И все. Так, и хотела вам показать такую вот штуку. Как вы думаете, что это? Как вы думаете? А с этой стороны не узнаете, нет? Это, не поверите, что это. Это сладкая вата. Она сместилась, смотрите как. И она стала реально жесткой очень. Она лежала в такой непрохладной, теплой довольно комнате. И я решила, она лежала в новогоднем подарке. То есть с нового года, месяц. Что она должна, может просрочиться что ли? Просроченной быть-то она не должна как бы. Вот, решила поесть сладкую вату. Достаю из мешочка. А там вот, вот это. Слышите, как она? Такое ощущение, как будто, знаете, там какой-то сухарь. Или какой-то, знаете, даже не сухарь, а как будто мячик какой-то. Теннисный. Слышите? То есть, блин. Я знала то, что я буду снимать. Ну, покажу вам его. То есть пузырь остался надутым. Честно говоря, я не знаю, ее открыть, попробовать или оставить. Оставить, я думаю, может быть, она сместится еще меньше, станет. Потом, как козюлька. Ну, думаю, нет, наверное, это уже перебор. Здесь, а, она жесткая. Нет, хотя, ну нет, не настолько жесткая. Попробуем, посмотрим, что там. Как думаете, он лопнет? Или нет? А будет вообще взрыв? Как вы думаете, звук взрыва, если у вас его ножом? Слышали, да? Что было? Такое. И все. Так. Вытаскиваем. Ой, господи, чуть чашку не уронила. Такая. Она, кстати, овальная. Такая капсула, как будто бы. И она реально, смотрите, как она ломается. Такое ощущение, как будто она под водой где-то полежала, высохла и вот такая стала. Она реально разламывается. Как-то, знаете, для сладкой ваты как-то это необычно. Причем здесь, кстати, сладкой ваты довольно хороший состав. Ее пробовали мы в предыдущих, по-моему, мукманках. То есть мы с вами уже ее кушали. Состав там натуральный. Она классная. 17 рублей она стоит в пятерочке. Давайте попробуем. Вдруг, да. Известив вам мешает мне. Подписывайтесь на мой канал. Давайте попробуем. Теперь попробуем. Вот так, вот так вот. Наступая. Такая, знаете, кто хочет когда-нибудь в жизни попробовать вату именно пожевать, то есть обычно как её кладёшь в рот, и она у вас во рту тает, да? А это когда её можно пожевать, откусить и сжевать. Она сейчас вот, было ощущение, она сейчас застряла вот тут в глотке, хорошо, у меня здесь был чай, я выпила. Неприятно, честно, очень неприятно ощущение. Она реально жжётся, жжётся, то есть и тает во рту, но жжётся. Всё, кончилось что ли? Блин, что-то она быстро кончилась. Такое ощущение, как будто меня половинку кто-то слопал. Ну и всё. Если да, вот так вот захочется вам сладкую вату именно пожевать, можно купить такую штучку, подержать её целый месяц, пока она у вас высохнет, и спокойно её сжевать. Кстати, ощущение довольно прикольное. Особенно, когда вот эта сладкая вата застревает вот тут в зубах, остаётся, как какая-то карамель. И у вас остаётся после вкуса довольно-довольно надолго. Это, кстати, очень интересно. Так, давайте с вами третий попробуем. Так, волшебный калейдоскоп. Калейдоскоп. Ммм, как он обалденно пахнет. Это что-то с чем-то. Так, давайте я вам покажу. Вот тут вот, может быть, состав кто-то увидит. Вы, кстати, у меня начали уже читать состав, я смотрю, по комментариям. Это очень классно, мне это очень нравится. То, что вы интересуетесь вместе со мной. И, конечно же, сами печеньки. Тарелку мне пересыпать честно лень, брать тарелку. Поэтому, смотрите, так. Вы знаете, всё время в детстве было непонятно, что такое вот это. Мне кажется, это люстра какая-то. Напишите в комментариях, как думаете вы. И вот это. Вот это мне, кстати, очень сильно напоминает какие-то непонятные штучки из программы «Спокойной ночи, малыши». Помните, где там они из пластилина? Ну, помните «Спокойной ночи, малыши», да? Когда там жирафик ложится спать, такая из пластилина кровать. Много-много подушечек, он так укладывается. Потом там что-то всё крутится. И потом вот такие вот непонятные штучки. Я до сих пор не знаю, что это такое. Мне даже родители не объяснили, что это. И они вот такие, подобные штучки, ходят вот так вот по кругу. Вот мне кажется, вот это вот именно похоже. Там то ли это дети какие-то спящие, может быть, были. Или, не знаю, я всё время вот это вот напоминало именно «Спокойной ночи, малышей». И с разными также с детства. Разные, нет, тарелку придётся взять всё равно. Сегодня у нас синяя тарелочка с вами. Уже голубенькая, голубенькая, да. Угощайтесь, пожалуйста. Наливайте чаёчек. Боже, это так классно. Кстати, вот такие вот печеньки очень дорогие везде. Вот только именно вот в ленте именно вот этот бренд дёшево стоит. А остальные, ну, где-то брать на вес, они так дорого стоят. Я не помню, сколько, но реально дорого. А по сути, что там он состав, наверняка везде одинаковый. Также там всякие добавки. Так, у нас что там? Мука высшего сорта, вода питьевая, растительное масло, инвертный сироп какой-то там, сахар, вода, регулятор кислотности, молочная кислота, гидрокармонат натрий. Кстати, зачем он нужен, непонятно. Напишите, кто знает. Концентрат содовый, ячменевый, разрыхлитель Е503, и две буквы И, что не вижу. Никак, потом посмотрю ещё. Гидрокармонат, что-то, мне кажется, я тут читала уже. Натрий, ассоль, продукты там. Короче, много всего. Там такой маленький текст, мне кажется, если я сейчас ещё буду читать состав, я вас просто затяну. Не будем его читать. Сегодня мы без него. Так, что у нас здесь имеется? Здесь имеется у нас подушечка, да? Как вот так, что ли? Я её в детстве подушечкой назвала, на подушку очень похожа. Овальчик. Непонятная штучка. Треугольник, считайте? Считайте. Вот это, кстати, мне всегда в детстве казалось, какой-то цветочек такой вот необычный. Видно? Ну, я сейчас ещё покажу вам. Так, цветочек. Что ещё у нас тут не хватает? В принципе, мне кажется, по-моему, все они есть. Луна. У меня сын очень, кстати, любит луну. Мне кажется, он что-то найдёт в этом печенье. А ещё вот эта штучка. Люстра я называю. Мне кажется, он по вкусу, кстати, уже совершенно абсолютно не тот, который был в детстве. А, ещё вот какая-то. Валерийка, мне кажется, он уже отличается. Там в детстве... Я думаю, в детстве был состав более натуральный. Навряд ли, я думаю, всякие были. Непонятно там чего. Подгорелым. Всё, что ли? А, тут что-то, монета полна. Всё, так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь разных интересных печенюшек. Сейчас вам покажу. Надеюсь, вот так видите. Давайте камеру опущу ниже. Вот они. Вспоминаете их? Помните? Классная прям вообще такая. Такие печеньки. Так, теперь мне надо камеру настроить. Ага. Ну, ладно. Неплохо стоит камера. Неплохо, нормально. Так, давайте будем пробовать их. Всё-таки крекеры это такая... А, рыбки были раньше, помните? Рыбки. Их тоже можно ещё сейчас найти. Я помню, рыбки вообще как семечки. Дрын-дрын-дрын-дрын. Вообще там съедаешь быстро. Хрустящие. М-м-м. День, вы знаете, вот так вот в поезде. Или в компаниях. Классно. Вот сидишь с людьми, болтаешь и просто вот ешь их. Хрустящие такие. Они прям... Мне кажется, вам даже слышно, как я жую. Классные солёненькие. Причём они не просто прям солёные, как чипсы. Они такие чуточку в меру солёные. Хрустящие, немножко сладенькие, вкусненькие прям... Блин, знаете, я бы им поставила не просто пять звёзд. Не знаю, наверное, очень много звёзд. Прям, не знаю, ну... А совпадает ли он со вкусом, которым был в детстве? Наверное, нет. Мне кажется, они в детстве были немножечко другие всё-таки. Повкуснее. Здесь присутствует какой-то такой некий вкус совсем другой. Что-то... Ну, что-то, знаете, присутствует. То ли подгорелое чуть-чуть, то ли такое вот чё. Ну, нет, они на вид-то не подгорелые. Где-то вот я, кстати, видела вот одну штучку. Немножко подгорелое. А, ну вот оно, наверное. А, ну да. Вот оно, чуть-чуть подгорелое. Ну да, такой некий вкус есть немножко. Ну, это, по-моему, что ещё они считаются довольно дешёвыми. То есть, если покупать в каком-то магазине хлебном, я помню, видела их на вес. Может, там... Ну, там другой будет вкус, да. Они были дорого. Они были... Я думаю, они были больше 150 рублей. Больше наверняка. Не знаю, если даже не 200 или даже больше 200. Я помню, что это было для них дорого. Или, может быть, у меня на тот момент не было денег, и я хотела купить чуть-чуть просто. Не знаю. Давайте так, ставьте лайки, у кого, кто в детстве пробовал такие печеньки. Именно такие. Ставьте лайки. И давайте так. Давайте с вами, если мы наберём 15 лайков, то в следующем таком же вот букмайке, болтушечке, я куплю уже печеньки рыбки. Помните, с рыбками? И будем пробовать их. Посмотрим, какую я там найду, от какого бренда. Это уже там будет видно. Но сначала нам с вами нужно 15 лайков набрать. 15 лайков вы сможете набрать. Я вас верю, знаю, что вы сможете. И мы с вами в следующий раз откроем уже рыбки. Это, мне кажется, самые такие два печенья, которые в детстве у каждого были, и которые запомнились, и которые сейчас продаются. Были, вспомните, ещё в таких бумажных... бумажечках, да, и сверху. Их так выдвигаешь, и там по несколько штучек вот так вот сложено. Они, кстати, тоже продаются. Сейчас, правда, уже большая редкость их найти. И почему-то там очень много едобавок. Ну, и химии там просто очень-очень много почему-то. Ну, когда их находишь, вспоминаешь детство. Классно. Вкусно. Реально вкусно. Мне очень понравилось. Так, ну что, мы с вами, в принципе, всё попробуем. Мне кажется, ролик опять затянулся у нас с вами до целый час. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Напишите в комментариях, кто досмотрел до конца. Напишите, досмотрел до конца. Или до конца. Конец. Что-нибудь такое вот. Потому что мне очень интересно, досматриваете вы или нет всё-таки. Интересна вам такая тема или нет? Потому что просмотры реально есть. Я вижу, что есть на такие бутбанки просмотры. Ну, блин, мне кажется, знаете, вечером вот так заняться нечем. Просто вот одел наушники и сиди вот кого-нибудь слушай, вместе со мной там болтай, отвечай там, что-то это. Мне кажется, это интересно должно быть. Тем более, они такие довольно длинненькие. То есть, не знаю, я думаю, что я должна вас спасать от одиночества. Мне кажется, должна. Вот, мы с вами попробуем. Да, кстати, пакетик. Где он там у меня? Кстати, он не сильно красный. Я думала, он прям покрасится. Он такой ещё нормальный. Смотрите. Я думала, он будет прям вообще красный, красный, красный. Ну, такой, мне кажется, вполне можно его постирать, высушить и использовать заново. Ну, смысл выбрасывать? Согласитесь? Ну, не знаю. Ладно, как вы думаете вы? Я вам, например, постирала. Я очень экономная, стараюсь везде экономить, не транжирить деньги там налево, направо. И не знаю, блин, честно говоря, я не знаю, мне нравится так жить. Мне нравится, правда. Зато, допустим, экономили, я могу купить себе какую-то вкусняшку потом, когда захочу. А так, если вы все деньги тратите, деньги потратите просто, и всё, ничего не останется, смысл. А так вот, не знаю, что-то интересное. Особенно покупать продукты на акциях. Ну, акции как-то начинаются, какие-то скидки, скидки, да. Начинаются, и купить какие-то продукты, это интересно. Довольно-таки покупать. Так, ну всё, ладно, мы с вами очень много наболтали, не знаю даже сколько. Батарейка садилась, но я не посмотрела, сколько там предыдущий ролик, наверное, много. Мы будем с вами заканчивать. Напишите в комментариях, что больше всего вам понравилось с этого ролика, что вас заинтересовало, что вам не хватает, что я должна делать, может быть, что-то по-другому. Может быть, я кушать должна подольше или побольше. Вот, или, может, камеру поставить как-то по-другому. Мне вот видно, вот тут вот всё. Мне, честно говоря, не очень нравится, но что-нибудь мне в голову придёт когда-нибудь. Может быть, я потом как-нибудь переставлю, или, может, ракурс поменяем. Ну да, кстати, можно будет, наверное, поменять даже ракурс, интересно. Вот. А то у меня тоже уже время, кстати, 12 ночи, я снимаю вечером, чтобы не было слышно соседей, которые тоже делают ремонт вместе с нами, но они почему-то его делают ранним утром и поздним вечером. А мы днём. Видимо, чтобы друг друга не... не... как же это сказать... чтобы не мешать друг другу. А то так будет совсем громко. Ну нет, у нас, кстати, мастер тихий. Не знаю, как делают они так долго ремонт. И почему у них дрель звенит, особенно в выходные, начинает в 9 утра звенеть. Не знаю, что там можно делать. Странно. Вот. Всё. Заканчиваем. Смотрите наши другие ролики, наши влоги обязательно, как мы с сыночком живём, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Фоны, живопись, путешествия, кулинария немножечко там есть. Ну, короче, там много всего интересного есть. Отдельные букманги. Ребёнка, как он у меня кушает. Подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь. Мне будет приятно. Ставьте лайки и комментарии, конечно. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!